всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду помните у булгакова чем лечил похмелье степану лиходееву воланд ну в смысле чем понятно водочкой он там еще кастрюлька фигурировала как там на маленьком столике сервированный поднос на котором нарезанный белый хлеб а белые грибы на тарелочке пояс на икра в вазочке что-то там в кастрюльке и наконец объемистый ювелиршин графинчик с водкой открыли кастрюльку в ней казались сосиски в томате мне вдруг так захотелось приготовить эту совершенно незаслуженно забытую закуску что я решил ну когда же еще этим заниматься если не на карантине может третью неделю сидим от безделья само сходим список продуктов и основные этапы рецепта в конце ролика прочитайте сейчас приступим было готовить все просто и быстро лук надо нарубить средним кубиком в морковь и стебли сельдерея также на дно кастрюли ароматного оливкового масла чуть-чуть такого экстра вержина но здесь для запаха и сюда же овощи их надо обжаривать до мягкости чеснок кстати тоже почистить и отправить к овощам что касается сосисок какие именно использовать это вопрос ваших вкусовых пристрастий мне нравится белый мюнкинский я уже показывал на канале как и готовлю если вы с компа смотрите вот сюда в уголочек челкайте на букву и английскую и смотрите ну и ссылку в описании ролика тоже оставлю но еще раз повторяю используйте те которые вам нравятся хоть магазинные чтобы удобнее было использовать сосиски именно как закуску нарежу такими кусочками на один укус на хороший такой укус и их вообще в морозилке храню а по мере надности размораживаю так между тем овощи уже обжарились самое время добавлять консервированные протертые томаты можно конечно и свежих на терке натереть но пока у нас весна и очень уж они какие-то водянистые соответственно выпаривать придется долго эту лишнюю воду сразу добавляю базилик классная штука конечно хорошо бы свежего найти но где его на карантине возьмешь чили перец обязательно понадобится семена конечно удалю сам перец на рублю как придется и куриный бульон пора добавлять если у вас в морозилке куча куриных костей не лежит и не из чего бульон варить но кубик что ли используете не знаю но честное слово карантин самое время чтобы наварить домигласа из костей из куриных и из говяжьих здесь он будет самую тему на канале кстати есть ролики и классические из говяжьих костей из куриных ссылочку в углу и в описании ролика тоже смотрите все кипит самое время пробить блендером такая классная штука получается слушайте обалдеть и морковь и лук дали свою сладость такую мощную классную сладость томатная паста дала кислинку базилик дает совершенно потрясающий аромат мне даже не соли не перца ничего добавлять не надо эта штука острая классная сладкая а кислая одновременно такая ярко прям бомба я еще еще ухвачу это такая классная штука что даже и сосисок не надо никаких честное слово обалдеть какой густой смотрите видите обалдеть обалденный густой томатный соус такого соуса можно сразу наготовить побольше разлить его по банкам допустим их простерилизовать и хранить есть простерилизованные по прям при комнатной температуре закатать их есть не стерилизованные то в холодильнике вот такенная заготовка все кладем сюда сосиски нарезанные так вот лично перемешать ну теперь варим до готовности сосиск они в принципе уже готовы их нужно прогреть это минут 5-7 и садимся за стол так сосисочка слушайте такой соус надо выхлебывать ложкой просто трескать трескать вот трескать сосиски здесь необязательны он сладко кислый он насыщенно яркий и конечно все зависит вот того лука тех помидор которые вы использовали того сельдерея в конце концов моркови но выправляйте на вкус добавляете там не знаю сахар если недостаточно сладкие кислоты добавляете тот же сам допустим винный уксус или бальзамический в конце концов вкусно яблочный перца добавляете короче вы его сразу раскрашиваете и получается такое обалденное сочетание просто песня и конечно закусывать такой штукой я думаю будет прям классно и даже и похмелье никакого не нужно хотя думаю и степили ходе его это штука очень понравилось огромное спасибо за компанию готовьте такие сосиски на карантине вне карантина готовить такой соус заготавливайте и укладите в холодильник ставьте лайки дизлайки и репосты и всем пока а